Уже второй год подряд компания по производству профессиональных пластиковых вешалок получает государственную субсидию на модернизацию оборудования. Завод уже несколько лет размещается на территории Одинцова, а начиналось все с небольшого производства в Москве. В 1999 году мама сегодняшнего генерального директора компании Ивана Соломатина и ее дядя работали на швейном предприятии и столкнулись с проблемой. На русском рынке абсолютно не было профессиональных пластиковых вешалок и не на что было вешать одежду. Это было колоссальной проблемой для всех швейников. Вешалки приходилось покупать в Польше, в Италии, в Германии, везде, где их умели делать. Собственно, с этого момента пришла идея создать свое производство. Тогда же были приобретены несколько итальянских пресс-форм. Сегодня предприятие производит более 150 видов вешалок с различными декоративными покрытиями для крупных сетевых магазинов, бутиков, для дома. С компанией работают все крупные бренды, которые представлены в России. Здесь производят порядка 70% всей подобной продукции. Работа ведется круглосуточно. В месяц получается около полутора-двух миллионов вешалок. При этом используют только высококачественное сырье. Полистирол, да? Да, 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 полистирол. Вот такой он, и это очень хорошее качество его. То есть качество, которое плохое, его сразу видно. Видите, тут все, ну условно, вот гранулки, гранулки прям, они все-все-все-все-все-все одинаковые. Чем больше таких гранул, тем легче станку. Ведь забор сырья ведется автоматически. На изготовление одной вешалки в среднем уходит около 30 секунд. Каждый так называемый термопласт-автомат рассчитан на одну, две или четыре пресс-формы. Всего таких машин 14. Еще одна отправлена на доработку. Все оборудование импортное. Из Италии, Германии, Кореи. Поэтому предприятию очень важна поддержка государства. Последние несколько лет мы активно стараемся этим пользоваться. Нам очень помогают. Хорошо, что эта история открылась, она есть. И она действительно работает, она действительно помогает. Субсидия позволяет частично вернуть средства, затраченные на приобретение оборудования. В этот раз она составила немногим более трех миллионов рублей. Несмотря на удобство организации работы по подаче документов на региональном портале госуслуг в режиме одного окна, необходимо уделить особое внимание подготовке документов, договоров, платежных поручений, накладных. Нужно всегда очень правильно и четко писать все формулировки в нужных полях. И тогда все решения будут приняты верно. Отдельное спасибо хочется сказать нашим кураторам, которые всегда очень подробно нас консультируют по всем возникшим вопросам. В этот раз субсидию потратили на новый термопласт-автомат и чиллер – холодильное оборудование, которое охлаждает все станки. Она по мощности примерно в шесть раз мощнее, чем холодильник, который стоит за ним. И она как раз рассчитана на большее количество станков, и за счет нее мы сможем в том числе покупать новые термопласт-автоматы, и они тоже будут охлаждаться. И как раз это все работает как некая синергия. Несмотря на серьезные объемы производства, на предприятии сложилась душевная и дружеская атмосфера. Возможно, еще и потому, что это настоящий семейный бизнес. У нас в целом вся компания – это как одна большая семья. И, наверное, любой работник это может подтвердить, потому что проблема одного работника – это проблема всего предприятия в том числе. Проблема одного звена – это проблема всех звеньев нашей системы. Поэтому мы стараемся друг другу помогать, друг друга поддерживать всегда. И только за счет этого мы держимся и работаем. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».